Этот кудрявый красавец породы Гирефорд по кличке Андрюша покорил Москву и принес в льхозпредприятию Аксенти золотую медаль российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходила на ВДНХ. Диплом победителя главного аграрного форума страны хозяйству вручен за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства. Наш бык два с половиной года смотрелся достойно на уровне трех-четырехлетних быков, вел себя достойно, в манеже себя чувствовал свободно, всем показывал гостям и посетителям свой экстерьер. Высокие показатели в животноводстве не единственная заслуга сельхозпредприятия «Аксентиз», самого крупного в городецком районе, в том числе и по посевным площадям. Специализируется оно и на производстве картофеля, который занимает более тысячи гектаров. Справиться с такими объемами даже с помощью суперсовременной техники, а в хозяйстве она только такая, быстро не получается. Поэтому сегодня, когда во всех сельхозпредприятиях района урожай уже в закромах, «Аксентиз» и «Тракторы» комбайны в поле. Работают круглосуточно две смены. Но погода благоволит в последнее время. Осень очень удачной выдалась. Единственное, что сезон выдался немножко засушливым. В связи с этим урожай чуть-чуть-чуть не дотягивает до планированных. Зато на землях, которые орошают поливальные системы, как на этом поле, урожай не сбьет все рекорды. В среднем с каждого такого гектара получили по 500 сантиметров картофеля. Эти ровные крупные клубни предназначены специально для приготовления картофеля фри. Соседнего поля для чипсов. Есть сорта, которые идут на другие продовольственные цели, есть конкретно на семена. Семенному картофелям требования более чем особые. Там требуется полное соблюдение технологий и соблюдение производственного цикла. Нет возможности каких-то колебаний и вариаций в обработке. То есть все должно быть обработано четко, вовремя, в сроке. И интервал должен выдерживаться день в день. То есть каких-то погрешностей в режиме обработки быть не должно. Но обработка дело не заканчивается. Далее семенам нужно, что называется, придать товарный вид. В оксинтезе для посадочного картофеля организован процесс предпродажной подготовки. Преимущественно в автоматизированном режиме клубни проходят сухую чистку, сортировку по размеру и переборку. Ручной труд практически минимизирован. Ручной труд составляет только переборка, инспекция. Что в принципе невозможно заменить никаким машинным трудом. А такие позиции, как грузчик или разнорабочий, все механизировано. Только самый ровный картофель без каких бы то ни было пятен, черных точек, налетов и повреждений идет на продажу. Такие высокие требования вполне объяснимы. Стоить семенной картофель может в четыре раза дороже продовольственного. Да к тому же держать марку обязывает и положение. На сегодня Аксентис – самое крупное хозяйство по производству семян второго хлеба во всей стране. Что касается непосредственной реализации, то продавать урожай с колес здесь не планируют. Заложат за крома. Зимовать картофель будет в самых комфортных условиях. Новенькие складские помещения поражают и масштабом, и чистотой, и оснащением. Вместится весь богатый урожай. А в этом году в общей сложности здесь получили порядка 27 тысяч тонн второго хлеба. За такими показателями вряд ли смогут угнаться многие, даже передовые хозяйства области. Лариса Силина, Татьяна Коныгина, Александр Горбунов. В городе СТВ специально для «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова